Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «Новости Красноармейска» И о них вам расскажу я, Анна Кушнаренко О самом главном на уходящей неделе в нашем городе смотрите прямо сейчас Требуется ли вмешательство России в ситуацию на Украине? На этот вопрос ответили наши телезрители Как в родном Красноармейске встретили маму чемпиона зимних Олимпийских игр Александра Легкого? Подробности смотрите в нашем выпуске Что будет с «Зенитом»? На очередном заседании Горсовета вновь бы поднят вопрос по проекту планировки Центральной городской площади На состояние пешеходных тротуаров в Красноармейске горожане жалуются губернатору Госадомтехнадзор проехал с рейдом по городу Гуляй, широкая масленица! В Красноармейске продолжается череда праздничных мероприятий А теперь подробнее об этих и других новостях В эти дни все внимание приковано к ситуации на Украине В нашем городе найдется немало тех, чьи родственники и друзья сейчас проживают на территории государства, втянутого в массовые беспорядки Да и Крым для многих любимое место отдыха На нашем официальном сайте телеканала «Диалог Красноармейск» мы провели опрос среди телезрителей Требуется ли вмешательство России в ситуацию на Украине? Результаты оказались очевидными В опросе приняли участие около 50 человек Большинство респондентов ответили, что вмешиваться нужно в случае угрозы русскому населению, проживающему на Украине Чуть меньше считают, что вмешаться в ситуацию нужно однозначно Равное количество ответов набрали пункты Это внутреннее дело Украины И вмешательство не требуется, пока не затронуты интересы России Равнодушно относятся к ситуации на Украине всего двое участников опроса Чтобы узнать подробную ситуацию, что называется, из первых уст Мы связались с жителями Симферополя, которые высказали свое отношение к происходящему Добрый вечер, Симферополь! Как обстановка в городе? Я уверен, что если будет продолжаться все так и дальше То будет объявлена всеобщая мобилизация Будет народу Украины подпишется весь в национальную гвардию С численностью 46 миллионов Ему раздадут оружие, и он станет на защиту своей страны Я поверь, я лучше буду в России находиться, чем находиться на этой территории Вместе с этими гадами, с бандерами Которые убивали, убивают наших людей Они мечтят бывшие законы И бывшие все остальные, хотя бы тоже большинские Телефами и все остальное наших деток Памятники солдатам Они мечтят этого вообще 22-е зимние Олимпийские игры в Сочи Мы будем вспоминать еще долго Ведь они для нас стали победными 33 медали оказались в копилке нашей сборной Причем две из них, серебряную и золотую, завоевал наш земляк, лыжник Александр Легков Родители Александра тоже были в Сочи и болели за своего сына С мамой олимпийского чемпиона встретилась наша корреспондент Юлия Репина Победы и поражения детей родители переживают очень сильно Их поддержка порой самая необходимая Поддержать сына на домашней Олимпиаде приехала вся семья Легковых Мама чемпиона Ирина Легкова рассказала о том, как болели, переживали и радовались достижениям сына Ну мы к этому шли 15 лет Конечно мы ждали, что что-то должно его прорвать в конце концов Но вот прорвало Вы присутствовали на всех гонках, Саша, да? Их было три Их было три, да, мы на всех присутствовали На дуатлоне, на эстафете и на полтиннике Потому что до этого он выиграл такую же гонку в том году в Норвегии Тоже так же сильно шел И сейчас он контролировал эту гонку полностью Силы, конечно, у него были Молодец, молодец Он все-таки это сделал Добился того, что стал олимпийским чемпионом В успехе сына родители не сомневались Но волнение на финишной прямой, конечно же, было Когда он пошел уже в гору, и я вижу, он идет первый Было как бы, ну хорошо, все шло, шло, у меня все было хорошо А когда вот уже на финишную прямую он выскакивал Я, конечно, я думала, что он не отдаст Он будет бороться за медали Потому что все-таки он спринтер Ребята более лучшие спринтеры держат, бегут А он не очень Поэтому я думала, что может быть отдаст Но не отдал Отработал финишную прямую на все тысячи процентов Маму чемпиона с нетерпением ждали в гимназии номер 6 Ее ученики устроили настоящий сюрприз Я когда зашла, значит, в школу Все стоят, поздравляют, кричат Шары дарят, цветы Целуют, обнимают Ну это для меня было, я, конечно Я не ожидала такой встречи теплой От детей, от учителей Ну это было Для меня это было Ну это все Приятный подарок Яркие плакаты с изображением Александра Ирине Николаевне сделали шестиклассники Возможно, вскоре появятся плакаты с других золотых стартов Ведь сезон еще продолжается Пока у него еще не закончился сезон Он сейчас побежит в Финляндию Пятнашку коньковую После Финляндии у него еще этап Норвегии опять бежать 50 километров Только уже классическим стилем И в Фолуния там идет мини-тур Из трех гонок Это Швеция Все, и там заканчивается сезон Он закончится и Сразу он, конечно, не вернется Я думаю, что, наверное, полетит в Хантамансийск Там тоже должна быть гонка мэра Там, в принципе, он же ведь бегает за Хантамансийск И он там обязан быть У губернатора А вот перейти в команду Подмосковья не хочет? Или там лучшие условия для лыжников создаются? Ну, я не знаю, какие условия в Подмосковье Я не знаю Но мы ушли с Москвы, с Подмосковья Очень давно Это еще когда он был младшим Или юношем, или юниором Я не помню Но очень давно Но Москва, как бы, она Нас это отпустила Спокойно Как бы она на нас не нуждалась Вот И он уехал Его взяли в Хантамансийскую сборную И там он тренировался На прошедшем 27 февраля заседании Горсовета Был вновь поднят вопрос По проекту планировки будущей городской площади Которую уже много лет обещают построить На месте бывшего стадиона «Зенит» С приходом каждого нового главы Вопрос о застройке заболоченного участка земли В центре города поднимается регулярно Какие только планы благоустройства не предлагались И фонтаны, и кинотеатры, и боулинг-клаб, и даже детский центр Последним взялся за осуществление грандиозных планов предприниматель Игорь Ивачев Он утверждает, что благоустройство площади обойдется инвесторам в сумму свыше 40 миллионов рублей У нас по соглашению мы должны были 1 сентября выдать проект благоустройству уже А нам подписали 30 августа за 2 дня до этого срока Как мы могли ее встроить? Ну с 2012 года, то уже 2 года прошло Послушайте дальше Остальные 2 договора аренды Прописали только 28 июня 2013 года Через 10 месяцев Какие сроки мы должны были? Вы поймите, все документы, проект благоустройства Остальные проекты делаются совместными инвесторами Грандируют все инвесторы У нас такой договор Потому что проект очень затратный Все миллионеры, которые хотели здесь делать Алякин, Хрусталек, они не стали вкладывать дальше Правильно Но многие депутаты не согласны с концепцией застройки, которую предлагает местный предприниматель Понимаете, вот я вот как специалист по культуре Я буду руками и ногами голосовать Чтобы было у нас новое что Чтобы у нас были новые постройки Чтобы был новый креатив Но мы сейчас немного, вы сейчас правильно задели Но совсем чуть-чуть правильно задели Что новое должно быть Понимаете, а не повтор опять кинотеатров Опять повтор этого Это многое надо создавать Надо искать какую-то новую изюминку Куда действительно народ пойдет А не брать, что вот у нас есть здесь кинотеатр Через дорогу делать еще кинотеатр Но это неправильно Это не в одном городе нет такого Чтобы через дорогу делали одинаковые какие-то Да это никто в этом даже не заинтересован Новый подход мы можем найти, что-то организовать Тот же Болин, штаб Очень хорошо Так вот я и говорю, давайте подумаем Чтобы там не было павтора Что есть уже рядом учреждения культуры Администрация ратует за то, чтобы в городе была площадь Если мы сейчас практически все время говорим Об тех торговых объектах, которые вы хотите начать строить А площадь-то у нас будет Почему, почему архитектор говорит Должен быть общий проект И проект должен План мероприятий именно площади Итогом активных обсуждений в Совете депутатов Стало решение создать наблюдательную комиссию По разработке проекта застройки городской площади Решение комиссии будет заслушано на следующем заседании депутатов А пока детвора находит, как им развлечься На все еще не застроенном бывшем стадионе «Зенит» Наверное, только ленивый не жаловался на состояние пешеходных дорожек в Красноармейске Но ни штрафы, которые Госадомтехнадзор накладывает на администрацию Ни письма губернатору в корне ситуацию так и не изменили Вчера мы ездили Именно стал вопрос, были жалобы, ездили по городу На самом деле дорожки посыпают Особо значимые тротуары, дорожки посыпают Я сам вчера в 6 часов вечера видел Может быть, не так достаточно, как надо Так в чем же дело? Как объяснил нам начальник отдела городского хозяйства Ольга Немченко Дважды в этом году объявлялся конкурс на содержание тротуаров в зимний период И никто не изъявил желания в них участвовать Видимо, сумма контракта слишком мала Может обратить на это внимание при формировании бюджета на следующий год В пятницу, 28 февраля, уполномоченный по правам человека в Московской области Александр Жаров На большой пресс-конференции отчитался по итогам работы за год С какими же вопросами чаще всего обращаются к уполномоченному по правам человека в Красноармейске Смотрите далее Марина Александровна, с какими же проблемными вопросами в 2013 году к вам обращались жители города? Я могу, если подвести такой небольшой итог и сгруппировать эти вопросы Конечно, такой вопрос, как ЖКХ Он на первом месте, по-моему, по обращению во все инстанции Ну, потому что это жилье, да Человек большее время проводит здесь И он хочет жить комфортно Могу сказать, что некоторые вопросы решаются Даже те, которые действительно должны были решиться и без нашего участия Но есть такие вопросы, которые должны иметь большое финансирование И они, я так думаю, что в ближайшее время решены не будут Но это не значит, что с ними надо Ну, с ними Их надо отложить там в дальний угол И с ними не работать Конечно, эту работу все равно надо проводить управляющим компаниям Я думаю, что правительство приняло правильное решение по поводу лицензирования управляющих компаний Хорошо бы, чтобы это действительно состоялось И вся эта структура, я думаю, наладилась Но я могу еще здесь сказать, что активность жителей, она тоже должна быть И позиция жителей, она тоже должна быть активной То есть нельзя сетовать на ту или другую структуру, а самим находиться в стороне Ну, так сейчас складывается жизнь, что люди должны отстаивать свои права И те, которые идут по этой цепочке, я могу сказать, что они добиваются того, что они хотят С новостями культуры и спорта, а также прогнозом погоды на следующую неделю Вас познакомят мои коллеги А я, Анна Кушнаренко, с вами прощаюсь Всего доброго и хороших вам новостей Здравствуйте, с вами Елизавета Гусева На 22-х зимних Олимпийских играх в Сочи побывали наши юные коллеги детского телевидения «Включайся» Подробности далее Только что мы пересекли контроль и попали в Олимпийский парк А чтобы попасть в Олимпийский парк, нужно, вначале надо было сделать паспорт болельщика А еще там нужен был билетик Его можно было сохранить на память И вот он, самый главный символ Олимпийских игр Россия! Вперед! Сегодня на Красной Поляне мы встретили Мы встретили Бывшего игрока команды, россиянка Кремлеву Ольгу Здравствуйте! Здравствуйте, Ксения! Какие у вас впечатления о Сочи? Впечатления очень богатые Очень красивые И очень такие, знаете, жизнерадостные Потому что как город Сочи преобразился, так и Красная Поляна Красная Поляна вообще удивляет меня Своими строениями, атмосферой И вообще, вы знаете, здесь сегодня такая хорошая погода Что хочется, здесь, знаете, в душе птицы поют А зачем вы приехали в Сочи? Чтобы поболеть за российских спортсменов, естественно Все-таки здесь у нас Олимпиада И, вы знаете, вся Россия болеет за российских спортсменов А какие у вас любые спортсмены? За кого вы болеете? Естественно, мы будем болеть за Александра Легкого Так как мы с ним соотечественники И с одного города С города Красноармейска Привет, я из Денвера, из Колорадо Я впервые в России Мне здесь очень нравится Все очень красиво Красивый стадион Мы здесь замечательно проводим время Красивая церемония открытия Она нам очень понравилась Нам понравились соревнования атлетов Я в шоке Я очень счастлив От этих Олимпийских игр 22 февраля в Центральной библиотеке нашего города Состоялся показ фильма Штурм воспитания мальчиков Премьерный показ фильма Штурм воспитания мальчиков Лагеря навыка «Скилкамп» Можно сказать, прошел в семейной обстановке В зале Центральной библиотеки Красноармейска Собрались не только семьи с детьми Но и руководители детского лагеря Из поселка Лесной Напомним, что это уже третий фильм Созданный съемочной группой Телеканала «Диалог Красноармейск» Показ фильма открыла режиссер Светлана Большакова Для меня это второй фильм Про лагерь «Скилкэмп» Первый фильм назывался «Скилкэмп за зоной комфорта» И прошел примерно год с его выхода Я слышу вот в течение вот этого года Какие-то отклики о вышедшем фильме Что некоторые люди подходят и говорят Я посмотрела фильм и захотела работать в этом лагере Я знаю несколько детей, которые поехали в лагерь Посмотрев этот фильм Даже другие лагеря, посмотрев этот фильм Какой-то опыт перенимают Вы первый раз смотрите подобные фильмы? Так точно Ваше впечатление? Ну, честно говоря, маленько удивлен Почему? Потому что, в принципе, на мой взгляд В рамках нашего такого непростого времени Когда из наших детей Посредством массовых коммуникаций Ждать нечто доброе, на самом деле Считаю, что, ну, как сказать, то, что нечто доброе А нечто мягкое и пушистое Потому что, в принципе, на самом деле На своем опыте, побывав в армии Знаю, что это такое Совсем все просто Люди такие добрые, на самом деле Многие там, допустим Есть прекрасная поговорка Добро должно быть с кулаками Вот именно вот это вот Нестандартное поведение людей Приводящее к воспитанию молодых людей К настоящему То, что мы все забыли Потому что сколько было войн Знаете, допустим У меня там дед воевал Такого нету Что здесь я не увидел Не увидел дальнейшего продолжения То есть, в принципе, на самом деле Формат от 8 до 15 Что дальше, на самом деле Может быть, это и армия, на самом деле Но не увидел перехода момента От вот этого вот Созданного Мероприятия До формата армии и жизни На самом деле Потому что, по-хорошему Формирование мужчины Это, допустим, не просто Как стал там мальчик Как стал мужчина Нет, на самом деле Мужчина даже Честно говоря, я сам Те не считаю сейчас мужчины Мужчина формируется На этапе жизни Когда он воспитает кого-то Подрастет И он скажет, на самом деле Что? Вот, парень, это твоя семья Ты готов, на самом деле Я готов, допустим, защитить ее Я, допустим, защитник Самое главное, на самом деле Качество мужчины, я считаю В принципе, ребята молодцы Формат интересный Но хотелось бы от них что? Пожелания Дальнейшего развития Новых идей Новых этапов, на самом деле Ну и прежде всего Колоритные гражданские позиции Чего не хватает В нашем обществе, на самом деле Потому что, по принципу, на самом деле Все просты И все так очень розовые у нас Понимаете? Как там правильно сказали Там Да вот, даже мы с кулаками Удачи, молодцы Начало отлично Задел хороший Мне понравилось Как ему объясняли Что нельзя вот кидать Там пули Гранаты Там вот, например Вот надо Развлечать Вот, что Это граната А не коробка Там с конфетами Мы о лагере знаем уже Второй год Больше того Летом мы участвовали Непосредственно Наш сын Где-то в возрасте Десяти лет Он ездил На крымскую Программу Волновались Когда отправляли Ребенка Все-таки в лагерь Лагерь не отдыха Действительно А это все-таки Лагерь навык Это совершенно другое Представление О Взаимоотношения И взрослых И детей В этих условиях И они очень нужны И востребованы Потому что Нынешнее поколение Да И вот нынешнее детство Оно Немножко не то Которое было Допустим У нас Выбили из наших Детей Вот это участие И школы И улицы Как таковой Посмотрите Вот в Москве Уже Или вот В больших городах Дворовых Уже нету Дети не гуляют Дети не гуляют Да А вот это Вот важнейший момент Социализации Где люди Проявляют себя Плохие Хорошие Друг Враг Ну это В детских терминологиях Где идет испытание Да Где разновозностные Группы Которые влияют Друг на друга Все это конечно Утрачено И естественно Нам многие Непонятные вещи Как так там Ребенок не может Поджаться Не может подтянуться Не может залезть на дерево Не может постоять За себя И так далее Конечно это вызывает Возмущение И понимание Как же так Я же не был такой В городском дворце культуры 23 февраля Состоялся Всероссийский фестиваль Духовной музыки Сретини Подробности далее В нашем сюжете Седьмой раз Уже проходит фестиваль Как проходила организация Как проходил сам фестиваль Всем ли вы довольны Ну вы знаете Как и в любом деле Всегда есть свои Какие-то плюсы И минусы Но конечно положительного Больше Потому что мы возрождаем Хоровое искусство Мы возрождаем Коллективы Когда люди Помимо телевизора И еды Собираются В какие-то Совершенно необыкновенные Компании Вечером И поют А что может быть лучше Ведь это традиция Руси Когда За прялкой Девушки Мужчины За столом С чарками Пели Эта традиция умирает А мы ее возрождаем И мне кажется Что здесь очень важный Такой момент И это здорово А в этом году Мы решили В связи с тем Что праздник Фестиваль Выпал на 23 февраля Посвятить его Теме Любимые песни О главном Сегодня замечательный день Сегодня праздник 23 февраля День защитника Отечества День Особый день Для нашего города Красноармейского Потому что все-таки История нашего города Она связана Вплотную С защитой Нашей родины Нашей страны У нас большое число Оборонных предприятий Значительное число Жителей работало И продолжает Работать на них Поэтому этот день Особо касается И наш город И сегодня Мы постарались На нашем фестивале Подчеркнуть Эту совпавшую дату И наш фестиваль День защитника Отечества Каждое последнее Произведение Которое звучало От хоров Это был своего рода Подарок Звучали Хорошо всем знакомые Песни В том числе И прошлых лет На военную тематику И по-моему Все получилось Очень здорово Вы не поздравили Наших телезрителей С праздником? Да, конечно Всех сердечно поздравляю Жители нашего города С Днем защитника Отечества С Днем 23 февраля 26 февраля Состоялся полуфинал Пушкинской Лиги КВН Подробности в репортаже Детского телевидения Включайся Всем привет В нашей памяти Еще свяжи События прошлой игры КВН В которой Наша команда РНДУ Победила с огромным отрывом И сегодня Мы приехали В ДК Города Пушкина Чтобы посмотреть На наши команды РНДУ И по скриптам Ребята Чего вы ожидаете От сегодняшней игры? Победы Хороших результатов Кого вы считаете Своим главным соперником? Всех На самом деле Все хороши Всех надо опасаться Привет Лера Через пару минут Твоя команда Выйдет на сцену Волнуешься ли ты за них? Конечно Я всегда за них Очень переживаю Как ты оцениваешь Готовность Своей команде к игре? Я думаю Что они готовы На 100% Кристин Через 3 минуты Твоя команда Выйдет на сцену Волнуешься ли ты за них? Я очень волнуюсь На самом деле Было не так много Времени на подготовку Узнали очень поздно О дате игры Но тем не менее Готовились вчера весь вечер Сегодня я с ними С 8 утра Ну Насколько смогли Настолько подготовились Каких результатов Вы ждете? Ну От своей команды Конечно Ждут только победы Но Решить сегодня все жюри Но Насколько я знаю Сегодня две команды Выйдут в финал Поэтому будем надеяться Конечно на лучшее Многие родители В качестве подарка Перед Новым годом Приглашают Деда Мороза Перенесемся в одну из семей Так сынок Сейчас придет дедушка Ты мне там стишок Расскаж песенку Насколько тебе подарок Принес? Здравствуйте Здравствуйте Дедушка, дедушка Ты мне подарок принес? Да Только сначала Ты должен стишок рассказать Хорошо В лесу родилась елочка В лесу она росла Зимой и летом стройная Зеленая Была Все, все Хватит, хватит А что ты мне подаришь? Машинку? Нет Оскар Представьте Парень с очень тонкой кожей По итогам игры Пятое место Команда Космос Четвертое место Заняла команда Джекпот На третьем месте Команда Кексы На втором месте Команда Рандеву И первое место Заняла команда Пасскриптум Продолжаются Праздничные мероприятия Масленичной недели 27 февраля В Доме культуры Имени Ленина Состоялись традиционные Посиделки Для ветеранов Города В четверг Так называемый Широкий разгуляй Масленичной недели В Доме культуры Имени Ленина Для ветеранов Нашего города Прошла праздничная программа С традиционными Посиделками За столиками Для пришедших Выступали лучшие Творческие коллективы Дома культуры Имени Ленина С вокальными И танцевальными номерами Но и ветеранам Пришлось потрудиться Ведь на праздники Проходил конкурс На лучший блин Подробнее о конкурсе Нам рассказала Ведущая праздничной программы Наталья Метелкина Конкурс Они предоставили блины И конкурс Значит у нас Оценивался В двух номинациях Вкусный блинчик И самая большая Стопка блинов И среди этих победителей Конечно были Институт Геодезия К ним И городские Советы Городской совет ветеранов По общественности Но вообще вот этот праздник Для ветеранов Мы устраиваем Аж три раза в год И по инициативе Работников Дома культуры Ленина То есть это Мы устраиваем Все сами Покупаем для них Накрываем столы Угощения И я хочу сказать Что ветераны Настолько довольны Принять участие В этом празднике Благодарят нас И приходят С каждым разом Их приходят Все время Больше и больше Вот сегодня Мы накрыли столы На 80 человек Ну и еще Сегодня присутствуют У нас гости Приехали С областного Совета ветеранов Их поздравляли Общественная палата Поздравляла Приемная Губернатора Поздравляла Ну вот Вот такой праздник А теперь мы Продолгаем вашему Вниманию Обзор мероприятий Культурных учреждений Нашего города Здравствуйте Дорогие друзья С вами Городской Дворец культуры Вашему вниманию Хочу предложить Анонс мероприятий Которые пройдут У нас В ближайшее время 7 марта В 19 часов Городской Дворец культуры Приглашает На праздничный Вечер за столиками Посвященный Международному Женскому дню 8 марта Ее Величество Женщина В программе Выступления Творческих коллективов Городского Дворца культуры Игры Конкурсы Дискотека Стоимость 500 рублей Принимаются Коллективные заявки Ну а наших Маленьких зрителей Мы приглашаем На театрально-цирковое Представление Леопольд В цирке 7 марта 18 часов У нас в гостях Театр Карабас-Барабас И коллектив Шут-Офф Планы Веселых мышат Не дадут Заскучать Никому Билеты В продаже Еще раз Хочу напомнить Что уже сегодня Вы можете Купить билеты На спектакль Незамужняя женщина С участием Раисы Рязановой На балет Золушка Московского театра Корона Русского балета И на концерт Легендарной группы Стаса Намина Цветы Ежедневно С 9.00 До 21.00 Часа Более подробную Информацию Вы можете узнать По телефонам Которые видите На своих экранах У нас в городском Дворце культуры Или на интернет-портале Города Красноармейска Если вы сделали Свой выбор Добро пожаловать В городской Дворец культуры Добрый день Дорогие друзья Я хочу вас познакомить С мероприятиями Которые будут проходить В Доме культуры Имени Ленина Накануне Самого весеннего Чудесного Светлого праздника Женского обаяния Мы приглашаем 6 марта 18 часов На праздничный концерт Дарите женщинам цветы 14 марта 18.30 Звезды театра Московская оперета Приглашают Всех желающих На оперету Имра Кальмана Красотка Кабаре Спектакль Идет с участием Балета Билеты вы можете Приобрести В кассе Дома культуры 16 марта В 15 часов Мы приглашаем На детский конкурс Красоты и таланта Веснушка 2014 Этот конкурс Пройдет под девизом За мир и красоту На всей планете 22 марта В 13 часов Мы приглашаем На мюзикл Для семейного просмотра Принцесса на горошине С участием звезд Московских мюзиклов Это яркое музыкальное зрелище Перенесет вас В необыкновенный мир Красивой сказки В настоящее королевство С волшебной музыкой Где вы сможете Всей семьей отдохнуть И насладиться Музыкальным И театральным Действием Если вас заинтересовали Наши мероприятия Справки вы можете Получить По телефонам Которые видите Сейчас на экране Всего доброго До свидания Мы ждем вас В нашем гостеприимном Доме культуры Детско-юношеское телевидение Включайся Объявляет добор детей В возрасте От 6 до 9 лет В младшую группу А также молодых людей От 14 до 16 лет Подробную информацию Вы можете узнать По телефону 8 926 628 75 19 Будьте настойчивы Какой погодой Нас встретит Первый весенний месяц Вам расскажет Моя коллега Здравствуйте С вами Юлия Репина И я познакомлю вас С прогнозом погоды На будущую неделю Весна постепенно Вступает в свои права Всю неделю Температура воздуха Будет колебаться От плюс 4 До минус 2 Градусов Погода будет Облачной А вечером Во вторник Синоптики Обещают Небольшой снег На этом все С вами была Елизавета Гусева Всего вам доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok